Следующим на тест попадает сабвуфер Alpine SBG1244BP. Модель выполнена в бандпасовом корпусе и это должно благотворно сказаться на звуковом давлении. Кроме необычного корпуса, все остальное достаточно стандартно. Динамик имеет размер 12 дюймов и мощность 250 Вт. Сопротивление у сабвуфера составляет 4 Ома. Для теста мы взяли обычный среднестатистический автомобиль Skoda Super B 2008 года выпуска, в котором нет шумовиброизоляции и салона. Все тестируемые сабвуферы мы будем подключать к одному усилителю. Это Grand Zero GZTA 1.800DX. На одних и тех же настройках будет все произведено. Максимальная мощность этого усилителя 800 Вт. На 4 Ома это будет 350 Вт RMS. Для замеров мы будем использовать измерительные приборы Phonic PA-A3. Измерения будем проводить во всем частотном диапазоне с чувствительностью от 70 до 130 дБ. Но сабвуфер мы настроим на воспроизведение какой-то одной определенной частоты. Фильтр Low Pass мы выкручиваем на максимум, так как частотный срез будем делать на самом головном устройстве. Усилитель стоит в режиме Master. Level выставляем на половину, так как у нас сабвуферы новые, не разыгранные. В принципе, мы будем на средних параметрах это все делать. Фазу оставляем на нуле. Bass Boost убираем в ноль. Фильтр Sapsonic оставляем на минимум. В качестве головного устройства мы будем использовать обычную 2-динку Kenwood модели DDX-155. Все настройки сброшены на ноль. Частотный срез установлен на 80 Гц. Динамики все отключены. Замеры будем производить на одной громкости. Но при тестировании все стало на свои места. Banpass сделал свое дело. Звуковое давление составило 119 дБ. Показатель в 119 дБ это на 4 дБ меньше, чем у сабвуфера JBL GT5-2402BR. Но так как сабвуфер JBL выступал немного не в своей весовой категории, то пальма первенства переходит сабвуферу Alpine 1244BP. Мы вместе с вами уже успели протестировать более 20 пассивных сабвуферов. И теперь пришло время активных. Для тех, кто немного не в курсе, я объясню. Активный сабвуфер продается уже со встроенным усилителем. Таким образом в багажнике экономится...